Сегодня мы приготовим меренговый рулет клубника со сливками. И нам понадобятся следующие ингредиенты. Итак, сначала мы готовим меренгу. Отделяем белки от желтков, стараемся, чтобы ни капля желтка не попала в белки. Взбиваем на средней скорости миксера до пышной пены. Небольшими порциями добавляем сахар вместе с ланильным сахаром. И взбиваем белки до образования густой и плотной массы. Вот такой вот клювик у нас получается. Если мы перевернем миску, белки не будут из нее выливаться. Масса даже не шелохнется. Это значит, что белки хорошо взбиты. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем меренгу. И равномерно распределяем ее по противню толстым слоем в виде прямоугольного коржа. Духовку заранее разогреваем до 180 градусов. И выпекаем корж около 12-15 минут до светло-золотистого цвета. Время и температура выпекания будут зависеть от вашей духовки. Готовый корж получается мягким, как суфле. Накроем корж еще одним листом пергамента и аккуратно перевернем. Снимаем пергамент и оставляем корж остывать. Теперь займемся начинкой. Нарезаем клубнику. И рубим шоколад. Охлажденные сливки взбиваем на средней скорости миксера до мягких пик. То есть до тех пор, пока от венчика не начнет оставаться четкий рельеф. Понемногу добавляем сахарную пудру. У меня миксер мощный, поэтому я завершаю взбивание ручным венчиком. Так легче контролировать процесс и не перебить сливки. Вот до такого состояния взбили сливки. Теперь равномерно распределяем сливки по поверхности остывшего коржа. Кладем клубнику. Можно положить и другие ягоды или фрукты. Посыпаем шоколадом. И если клубника у вас кислая, ее можно посыпать сахарной пудрой. Аккуратно сворачиваем рулет. Смазываем рулет оставшимися сливками. И украшаем клубникой, листиками мяты и шоколадом. Охлаждаем в холодильнике пару часов или оставляем на ночь. Наш меренговый рулет клубника со сливками готов. Обязательно приготовьте его, чтобы порадовать ваших близких. Спасибо за ваше внимание, за то, что вы были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт готовимдома.ру. Оставляйте комментарии под видео. А мы желаем вам приятного аппетита и прекрасного настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!